Здравствуйте! Это программа «Аграрный вопрос». Я Алексей Киян. Создание питомника декоративных растений – перспективное направление для бизнеса или дело для души? С какими сложностями приходится сталкиваться с тем, кто выращивает посадочный материал в России? Есть ли рынки сбыта для отечественных саженцев? Вот некоторые темы сегодняшнего разговора. В студии Агро-ТВ генеральный директор питомника Саватеевых, президент Ассоциации производителей посадочного материала Ирина Саватеева. Здравствуйте, Ирина Алексеевна! Ассоциации производителей посадочного материала. Некоммерческая организация, созданная по инициативе владельцев нескольких частных питомников. К настоящему времени в Ассоциацию вступили более 70 российских питомников из 30 регионов России и ближнего зарубежья. Задача Ассоциации – обмен информацией между питомниками, внедрение современных технологий производства посадочного материала, разработка отечественных стандартов на посадочный материал, сотрудничество с государственными и контролирующими органами для совершенствования норм и правил работы питомников, организация поездок по обмену опытом в российские и зарубежные питомники. Цели Ассоциации – развитие цивилизованного рынка посадочного материала, формирование прозрачных и эффективных взаимоотношений с государственными и контролирующими организациями, повышение доли отечественного производителя на рынке. Скажите, создание питомника, который сейчас Вы возглавляете, что для Вас это было? Это был продуманный бизнес-проект или все-таки это было дело, которое скорее являлось хобби? Вкладывать большие деньги в хобби, наверное, путь не совсем правильный. Конечно, это бизнес-проект. Но, с другой стороны, безусловно, это дело, которым нравится заниматься и хочется заниматься. У нас в этой сфере, по-моему, работают люди исключительно преданные этому делу, любящие это дело. Потому что выращивание живых растений, безусловно, это больше, чем хобби. Это философия, это образ жизни. И вот это часто говорят люди, которые занимаются в том числе и питомниководством. Потому что даже в 2005 году, когда все было относительно стабильно и кризисом еще не пахло, сложно было себе представить, что это деньги, которые могут быстро обернуться, быстро принести какую-то прибыль. Или это не так? Или вот тогда казалось, что этот капитал можно будет в какое-то обозримом будущем вернуть? Если говорить об ощущениях, которые царили на рынке, конечно, растения стоили очень дорого тогда. Растения все были импортные. И была, конечно, немножко такая эйфория, что, о, сейчас вот придем, сделаем гигантские деньги, гигантские вообще вращаются суммы в этом рынке, и все замечательно. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Пошли кризисные времена, цены очень сильно упали. Рынок насытился в значительной степени. И если в первые годы люди хватали все, что могли за любые деньги, то после кризиса люди стали очень внимательно относиться к качеству материала, к его стоимости. Что касается моих ощущений, ну да, вот, может быть, где-то под эту волну эйфории тоже так мы попали. Но, тем не менее, мы когда начинали бизнес, мы объездили, я говорю, куда мы, я с братом начинала, мы объездили много европейских питомников, много отечественных питомников, просмотрели, простудировали какую-то литературу по питомниководству, там, как отечественную, так и западную. И уже было очень четкое понимание того, что это очень сложное производство, очень сложный бизнес, что это все не так просто, типа, воткнул, растет, воткнул за 2 копейки, через там пару лет выкопал и продал за 22 рубля вместо 2 копеек. По поводу оборачиваемости денег, он может быть очень разным, потому что можно выращивать, скажем, растения там с однолетним циклом производства, и ты возвращаешь деньги быстро. Можно выращивать там кустарники, за 2 года возвращать деньги. Мы пошли в такой сегмент рынка, как деревья, и там деньги возвращаются очень долго. Это очень долго играющий проект. Для того, чтобы купить все вложения в питомники, я думаю, лет 10-15 надо на самом деле. А этот сегмент вам показался тогда наиболее перспективным и свободным? Почему был выбран именно он? Именно потому, что отечественных производителей деревьев на рынке не было вообще. И было совершенно понятно, что деревья нужны. Мы видели, какое огромное количество деревьев завозится в Россию из Европы. Но и мы понимали, что если ты, скажем, в первых рядах входишь на рынок, дальше у тебя появляются просто какие-то преференции, потому что ты там был в первых рядах. Ну а кроме того, те деревья, которые завозятся через какое-то время, ну не знаю, какой процент из них, но явно потребуют замены на территории России. И это опять же для отечественного производителя, казалось бы, плюс. Кроме того, рынок после 2008-2009 годов возвращается к своим прежним объемам. И, казалось бы, это опять же возможность для рывка именно отечественного производителя, чьи посадочные материалы более приспособлены к нашим условиям. Цены, опять же, могут быть ниже, нежели чем у зарубежных производителей. Ну и в таком случае можно ли подтвердить вот эти слова? Или все не так просто и не так однозначно? Все не так просто и не так однозначно. Потому что сейчас надо отдавать потребителю не просто вот какой-то кривой куст, не просто какое-то кривое дерево. Нужно отдавать очень качественный посадочный материал. Потому что потребитель уже привык к качественному посадочному материалу, завозимому из Европы. Потребитель уже привык к тому, что ствол у дерева должен быть ровным, что крона у кустарника должна быть сформированная, что кустарник должен состоять не из двух-трех вот этих вот кривых веток, непонятно куда растущих, а это должна быть четкая, ровная, красиво, хорошо сформированная крона. Вот для того, чтобы делать такой материал, нужны технологии. Это обрезка, это пересадка, это, ну, если говорить о деревьях, там, выведение проводника и выведение ровного штамба. Все эти технологии требуют техники, все эти технологии требуют огромных инвестиций, ну, в технологический цикл, в теплице, в контейнерной площадке, в правильную систему полива, в скважины. Построить скважины со всеми разрешениями – это порядка двух с половиной, трех миллионов рублей. В пруды, которые стоят энное количество миллионов рублей, да, если ты все это, значит, оформляешь и проводишь как нужно, как правильно, а не просто где-то выкопал канаву и никому ее не показал, да. Вот, в технику, в конце концов. На все на это нужны деньги, на все на это нужны средства, которые окупаться будут достаточно долго. К нам пришел западный посадочный материал из питомников, которые работают там десятилетиями, столетиями. Что это значит? Это значит, что все основные средства, основные фунты уже самортизированы. Да, они покупают новую технику, да, они совершенствуются, но они работают на, там, десятилетиями заложенной базе. Мы все закупаем с нуля. И, соответственно, мы все это, ну, будем вынуждены закладывать в цену. Ну, конечно, никто не говорит о том, что взять и там в течение двух лет все это заложить в цену и купить. Ну, понятно, что это нереально. Тем не менее, все равно, наши затраты на создание бизнеса с нуля, они огромные. Есть вторая сторона проблемы. К сожалению, к сожалению, мы очень сильно отстали от современных технологий производства посадочного материала. Будь то в теплицах или в открытом грунте. И для того, чтобы делать материал по современным технологиям, нужно обладать неким набором знаний, который тоже стоит немалых денег. Ну, что значит получить, допустим, доступ к технологиям сегодня? Это значит, там, раз, два раза в году ты должен поехать в Европу, посмотреть, пообщаться, затратить на это определенные деньги. Вот мы сейчас дозрели до того, что мы взяли просто голландского специалиста в питомниках у нас работает. Потому что мы поняли, что для того, чтобы быть конкурентоспособной, для того, чтобы делать продукцию правильно и не терять огромные деньги на ошибках, ошибки питомниковоза очень дорого стоят. Ты ее сделал сейчас, через два года она у тебя вылезла, вылезла с суммой там с шестью нулями или с четырьмя нулями. И это очень болезненно. Вот. Это все, значит, отсутствие вот этих вот современных технологий. За все надо платить. За технологии, за технику, за вход на рынок. Вот там, входишь в сети, да, будь добрый, 200 тысяч рублей выложи за вход в сети. А если бы еще были эти сети, ну а если бы все-таки отвлечься от рынка крупномеров и перейти вот к кустарникам, перейти к однолетним растениям, что там сейчас происходит? Появляются ли отечественные питомники? Достаточно бурно растет. Достаточно бурно растет. Если бы, если бы, вот я вам скажу, мы когда создавали ассоциацию, четыре, по-моему, года назад производители посадочных материалов, у нас там было всего порядка двадцати, по-моему, членов в ассоциации, двадцати питомников. И, ну, у многих были сомнения вообще, что из этого получится. Прошло вот сколько-то, три-четыре года, сегодня у нас в ассоциации порядка ста шести членов, там из них восемь десятков питомников. И мы видим, что идет бурный рост закладывания питомников. И там, где деньги возвращаются быстрее, это делать, конечно, проще. Это делать проще, и люди реально поднимаются, люди приезжают на заседание, там, ассоциации вовсе на неплохих машинах, не на девятках они туда приезжают. Вот. То есть они зарабатывают какие-то, ну, нормальные деньги для достойного существования, поднимают этот бизнес. Конечно, рынок есть, конечно, перспективы есть. Если бы еще был доступ к инвестициям, мы бы все, и питомники, которые там быстро могут покупаться, питомники, у которых более длительный цикл окупаемости, рванули гораздо сильнее. Но, к сожалению, доступа к инвестициям практически нет. Вот если перейти к цифрам, сколько сейчас питомников в России, поддается ли это учет? Вы знаете, на самом деле никто это не учитывает, никакой там орган государственный это не ведет, и по нашим прикидкам, ну, может быть, порядка там 400 питомников. От тех, которые занимаются декоративными растениями. Да, ну, понимаете, очень сложно. Вот порой, знаете, сейчас порой выращивают там кустарнички, вот есть у человека 20 соток, он выращивает. Я вам скажу, многие производители не регистрируются на самом деле. Надо понять, что питомник это или нет. Налогов, да. Вот это питомник или это не питомник? Люди порой даже выходят на рынок, а налогов по-прежнему не платят, да? Ну, немногие. На самом деле, большинство нормальных производителей платят налоги, потому что тут никуда не денешься, когда у тебя уже производство там определенные объемы набирает, и торговля определенные объемы набирает. Но вообще очень сложно сказать, сколько игроков на рынке. Ну, вот по нашему счету, может, порядка 400, да, может быть, больше. Но, опять же, эти игроки могут быть очень маленькие. А нужно там по паркидкам, таким очень вот, порядка 10 тысяч питомников. В России с ее территорией, с ее очень различными климатическими зонами, да, ну, просто с огромными расстояниями. В том, это должно быть в каждом регионе. Вытеснить, видимо, зарубежные посадочные материалы, которые сейчас приходят в Россию, в том числе, кстати, из Польши, которая, в общем, за последние годы действительно сделала рывок в декоративном питомниководстве. И вот как раз те цифры, которые мы сейчас называли относительно питомников в России, в районе 400, и вот лет 10 назад в Польше была ведь такая же ситуация. Да, в Польше была примерно такая же ситуация. А сейчас у них там, что-то, по-моему, около 3 тысяч питомников. Что позволило так бурно развить этот сегмент? Вы знаете, я думаю, тут нет однозначного ответа на вопрос. Конечно, там отношения с землей складывались иначе. Конечно, вот это вот ощущение собственника, вот это вот, ну, не так было вытравлено в Польше, как оно было вытравлено в России, да. Это однозначно, я думаю, это фактор номер один. Люди не настолько отвыкли работать на земле, как это произошло у нас. Вот, ну, вопрос, частной собственности, можно ли было работать на земле? Государство их поддерживало. Люди имели доступ к инвестиционным ресурсам, да, там сложно, тоже большая бюрократическая процедура. Ну, вот я знаю, там один наш коллега в Польше, например, построил ангар-холодинник, миллион этих самых евро, он ему обошелся. У них есть механизмы, когда, вкладывая в инвестиции, ты можешь, ну, значит, какой-то возврат, какой-то процент от этого получить. Причем там хорошие деньги. Да, сложно, да, это не каждый польский питомник может получить, но ты можешь подать заявку, и ты можешь этот, ну, конкурс выиграть. У нас никаких таких механизмов нету. Вот, например, в Венгрии, я не знаю, да, в Польше тоже это есть. То есть государство поддерживает питомниководов при выходе на внешний рынок, оплачивает, допустим, там стенды, да, вот приходят к нам поляки на выставку цветы. Если я не ошибаюсь, вот надо уточнить, но, по-моему, там вот государство оплачивает им, допустим, участие в выставочной деятельности за рубежом. В Венгрии тоже были аналогичные меры, там, если поставляли на импорт они свои, на экспорт свои растения, там государство им компенсировало какие-то суммы. Потом, правда, в кризисные годы это кончилось. Вот, но тем не менее, каким-то образом, так или иначе, государство поддерживало вот развитие в этом секторе. У нас государство не замечает никак абсолютно, вообще никак. Мы не можем рассчитывать даже на ту поддержку, на которую может рассчитывать сельхозпроизводитель в целом. Когда мы идем там у себя в Тульской области с вопросом, а что мы можем получить как сельхозпроизводитель, нам говорят, а ничего, потому что питомники декоративных растений не подпадают под государственные программы поддержки сельхозпроизводителей. И тем не менее, растет рынок, и появляются новые игроки, в том числе люди, которые сейчас закладывают питомники. Но где рынок сбыта? Вот все-таки, куда сейчас продают растения те, кто их выращивает? Наверное, надо все-таки разделить тогда, в таком случае, кустарники, однолетние и крупномеры. Рынок сбыта в основном, конечно, в значительной степени частный сектор. Мы работаем в основном с ландшафтниками. Огромный процент наших клиентов в питомке – это ландшафтники. Ландшафтники работают либо на коттеджные поселки, либо на отдельных клиентов. То есть это растущие коттеджные поселки в Москве и в регионах. Но и простые потребители на своих 6-10-12 сотках, они тоже потихоньку переключаются с производства картошки, с выращивания картошки на цветочки, на деревца и на кустарники. Конечно, спрос растет. Я думаю, он будет расти. Может быть, не так лавинообразно, потому что огромное количество коттеджных поселков уже построено. Если, конечно, государство будет поддерживать программы коттеджного строительства, как это было заявлено, на самом высоком уровне… Неоднократно. Да, неоднократно. Соответственно, будет расти и наш рынок. Конечно, люди хотят жить по-человечески, а не в городских гетто, где ни травы, ни зелени, ни деревца, ни кустика. Если этот частный сектор будет развиваться, будет развиваться и наша отрасль, соответственно. Пока основная наша потребитель, она здесь. Значит, второй сегмент, конечно, это городское озеленение. Но на сегодня у большинства наших коллег процент продаж на город очень небольшой. Потому что, я не знаю, меньше 10%. Потому что город хочет купить все за копейки. Город не всегда платит деньги. Платят их очень долго. И вообще надо кучу сил и нервов потратить на то, чтобы выбить эти деньги. Дальше работа с городом очень часто упирается в проблему откатов и устоявшихся поставщиков, и сложившихся отношений, что само по себе очень тяжело и противно на самом деле. Но надо работать в этом рынке тоже. Поэтому работать с городом очень сложно. Работу с городом также усложняют существующие на сегодня стандарты, которыми город руководствуется. На самом деле мы по закону не должны, не обязаны придерживаться существующих ГОСТов. Но когда город закупает продукцию на городское озеленение, он требует, чтобы мы придерживались тех самых существующих ГОСТов. Город практически постоянно оперирует вот этими устаревшими ГОСТами. Например, от нас требуют, что мы деревья 3,5 метра высотой продавали с комом метр двадцать. Ком метр двадцать нужен для дерева, выкопанного из леса. Ком метр двадцать нужен для дерева, которое посажено в молодом возрасте и никогда не пересаживалось. Но если мы работаем по современной технологии и в течение 80 лет жизни дерева уже 3-4 раза его пересадили, ему не нужен ком метр двадцать, никому не нужно возить эту землю, потому что она перевозка стоит денег. Я извиняюсь, зачем я буду копать ком метр двадцать, когда у меня в 60 сантиметрах все корни умещаются? И в таком случае уже совсем непонятно, как на этот рынок подают зарубежные растения, которые вообще, насколько я помню, с землей ввозиться на территорию верев не могут. Самый интересный вопрос, да. Самый интересный вопрос. Деревья с комом запрещены, они не должны пересекать границу. Границу могут пересекать растения с голой корневой системой, с оголенной корневой системой и в контейнерах. Тем не менее, десятки тысяч фур идет с посадочным материалом с комом земли. Все это прекрасно знают. Тот же город заказывает эти растения в Европе, в Германии с комом земли. Все прекрасно понимают, что эти растения придут с комом земли. Ну, как-то так сложилось. Тем не менее, рынок сбыта, насколько я понимаю, все-таки Москва и подмосковное коттеджное строительство – это действительно очень крупный объем. А как обстоят дела в регионах России? Вот ваши коллеги, которые входят в вашу ассоциацию, где они находят рынки сбыта? Или им приходится вот как-то ввести в Москву? Вы знаете, достаточно большое количество региональных производителей работает на Москву. Очень много питомников, например, в Тульской области. Они в большинстве своем все работают на Москву. Большое количество региональных производителей работают на Москву. Конечно, продают в регионах. Продают для тех самых частников, огородников. Но там и сегмент потребления гораздо меньше. Во всех, конечно, во всех городах, особенно в городах, в регионах промышленно развитых, есть те самые коттеджные поселки, есть своя элита, которая может позволить себе строить частные дома и, соответственно, заниматься частным озеленением. И вот этот сектор, он всюду растет, он постоянно растет. При всех криках о том, как тяжело и плохо в стране, на самом деле уровень потребления того же посадочного материала, он потихонечку поднимается. Да, это потребление очень неравномерно распределяется, да, это в основном коттеджные поселки. Но, тем не менее, участник тоже часто приходит за посадочным материалом, пусть не такого большого размера, пусть не по такой дорогой цене, но он приходит. А зачем приходит сейчас частник? Были какие-то такие волны буквально, которые можно назвать своеобразной модой, на хвойные, допустим, деревья. Что сейчас происходит на этом рынке? Что пользуется спросом? Ну, вы знаете, хвойные пользовались и будут пользоваться спросом всегда в России, потому что, понятно, зимой хочется зелени, да. Спросом пользуется все, чем можно закрыться от соседа. То есть, вот, дайте мне растение на изгородь, дайте мне что-то, чем я могу закрыться от соседа, это такой рефрен уже, да. И что появляется на этом рынке? Вот, если, допустим, окунуться в прошлое, то популярен даже в том числе и боярышник в какое-то время, но это были советские времена, вот когда появились… Боярышник по-прежнему популярен, да, только, вы знаете, его очень мало на рынке, и весь боярышник, который появляется, сметается тут же. Вот, боярышник, опять же, хвойные. Ну, знаете, тут уже зависит от вкусов, да, если вкусы там более утонченные, то потребитель хочет иметь некую композицию, то есть он хочет иметь высокие деревья, деревья пониже, ниже кустарник, вот создать некую композицию красивую, чтобы ей закрыться от соседа. Кто попроще, говорит, а мне, пожалуйста, туи посадите, и я туями закроюсь. Ну, кто-то боярышник, ну, все по-разному. Но вот этот вот спрос на то, чтобы создать некую приватную территорию у себя, он огромный. А вот как туя приживается на российских просторах? Российские просторы, знаете, такое… Ну, да, очень широкое понятие в географическом плане, безусловно. Где-то она идеально приживается, где-то она неидеально приживается. Ну, с туи не надо сажать на очень влажных почвах, туи не надо сажать в тени, да. Ну, так можно по каждому растению говорить. Нет, туя тоже имеет место быть, и где-нибудь вообще южнее, там вообще с ней вопросов нет. Где-то южнее, да, но тем не менее у нас растения южные все пытаются, так скажем, освоить север с помощью людей, конечно, прежде всего. При этом селекция, в общем, декоративных растений, ну, у нас, я не знаю, если и велась, то, наверное, очень немногими энтузиастами. Да, интересный вопрос. Возвращаясь к той, в Московской области она тоже может расти, безусловно. Вот. Что касается селекции? Это очень больной вопрос на сегодня. Конечно, никакой селекции по декоративным растениям давно-давно не ведется. Всякая селекция требует огромных затрат. Затрат не только на то, чтобы проводить все эти операции, но для того, чтобы содержать этот материал, отслеживать, записывать. На это нужны специалисты. Как, допустим, устроено в Америке. Этим занимаются институты. Они работают на это. Дальше они будут новые сорта, получают с этого роялти. И на это живут. И все нормально, все отлично. У нас же закон о защите интеллектуальной собственности не работает. Это пока он не будет работать реально, то есть пока люди не будут иметь реальную возможность получать роялти с новых выводимых сортов, никакой селекции не будет. Все упирается в экономику, в конце концов. Тогда что сейчас выращивают в российских лекоративных питомниках, где берут посадочный материал уже для питомников? Вы знаете, это очень больной вопрос. Часть питомников идут по тому пути, что для себя сеют. То есть сначала они посеяли семечки, дальше семечки, значит, сеянцы выросли, дальше повсадили его в первую школку, в вторую школку и двигаются так дальше. Так, собственно, работали все отечественные питомники в плановой экономике. Все это хорошо с точки зрения того, что вот да, материал отсюда, и он местный, замечательно. Но все это абсолютно неэффективно с точки зрения денег, с точки зрения экономики. Вот как мы работаем мы? Мы, наша конечная продукция, это трех-четырехметровые деревья. Все питомники в Европе, которые выращивают такие деревья, они, как правило, значительную часть посадочного материала закупают в других питомниках, которые выращивают более молодые деревья. Потому что схемы посадки разные. Техника для обработки междурядей и работы с растениями там пятиметровыми и полутораметровыми разная. Навыки в работе разные. Даже, вот я извинюсь, подвязать это деревце, более молодой, более тонкий побег, и дерево там стандарта 30-35 с таким обхватом ствола, это разные навыки труда, это разные материалы, разные даже механизмы, которыми ты при этом пользуешься. Поэтому рынок поделен. Одни делают одно, другие делают другое. В России, к сожалению, пока нету просто того количества питомников для того, чтобы произвести вот эту сегментизацию, что ли, скажем, рынка. Что делаем мы? Мы молодой посадочный материал закупаем в той же Европе. То есть мы покупаем в Европе хлыст, там практически неразветвленный, полутора-двухметровый, на котором еще веточек нет. Дальше сажаем его и выращиваем. Конечно, конечно, в идеале купить это растение в России. Но купить его в России негде. В России нет питомников, которые производят молодой посадочный древесный материал. Вот что в итоге я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу заложить в Белгороде такой питомник. Именно такой, который будет производить деревья с голым корнем, и которые дальше пойдут либо в контейнер и на рынок сетей, то есть на потребителя, который, скажем, не готов платить по 4-5-6 тысяч за клубное дерево, но который готов заплатить, ну, я не знаю, там полторы тысячи за небольшое дерево, там в районе тысячи, да? Вот. И часть этой продукции мы планируем для себя, и, возможно, еще там найдутся, я надеюсь, потребители, которые тоже будут ее доращивать. Вот это с точки зрения, ну, экономики правильно. В этом питомнике у тебя одна техника, одни навыки труда, одни специалисты, и они вот хорошо знают эту нишу. В этом питомнике у тебя другая техника, другие навыки труда, другие схемы посадок, другие там технологии, другие специалисты. Почему еще здесь, вот последний момент, почему для России это тем более актуально? Потому что у нас очень короткая весна, очень короткая осень. Если европейцы могут пересаживать, там, выкапывать свои материалы, вот сейчас уже в Голландии на прошлой неделе начали выкопку материала, выкопку, пересадку и работу с ним. Мы начнем, там, дай бог, через месяц. У нас очень сжатые технологические сроки вот на любую операцию. И когда ты в одном питомнике должен вот в эти там несчастные, там от трех до шести недель весной бросаться и на сеянцы, и на молодой посадочный материал, и на крупный посадочный материал, и делать 25 операций, вот этот короткий промежуток времени, и на это за все у тебя задействован, там, допустим, один и тот же трактор, он на одной операции сломался, все, другая у тебя парализована. В итоге получается, что ты либо там, либо здесь делаешь плохо, делаешь некачественно. Чтобы делать качественно, нужно специализироваться. Вот, поэтому, значит, сейчас значительная часть молодого посадочного материала из Европы завозится. Завозится она еще потому, что она очень часто оказывается дешевле, чем отечественный посадочный материал, как ни прискорбно. Вот, но рынок развивается, и я надеюсь, все-таки мы будем двигаться к тому, что в России появятся специализированные питомники по производству той или иной молодой продукции. Ну и появятся специалисты, потому что, вот вы говорили, что пришлось найти человека в Голландии. Да, да, да. Вы знаете, вот у нас сейчас, мы создали ассоциацию производителей посадочного материала. Так вот, люди приходят в первую очередь сейчас именно за этим, за информацией, за технологией. Мы проводим раз в год конференции при полных залах, и люди сидят и с жадными глазами все это слушают, смотрят, дальше скачут эти презентации, общаются. Мы постоянно ездим друг к другу и подсматриваем, кто там чего, как привязал, завязал, обрезал, пересадил. Потому что очень острый голод на информацию, на информацию о технологиях. Есть рынок, есть интерес к этому рынку и у игроков, и я думаю, что и у покупателей. Ну, будем следить за тем, как это все будет развиваться. Благодарю вас за беседу. Напомню, что вы смотрели программу «Аграрный вопрос». Гостем в студии сегодня была директор питомника Саватеевых, президент Ассоциации производителей посадочного материала Ирина Саватеева. Я Алексей Кия. Успехов в добрых делах. Редактор субтитров А.Семкин